Всем привет из белорусской деревни! Наконец-то у нас выдался более-менее погожий денёк и мы решили вам рассказать, как мы готовим свой огород к зимней спячке. Всем приятного просмотра! Вначале хотелось бы ответить на комментарий, который очень часто встречается под нашими видео с огородом. Он примерно звучит так. Да что вы заморачиваетесь? Привезите на свой огород кучу навоза, перепашите его и будет у вас урожай. Но сразу хочу вам ответить, что мы уже примерно три года, как решили не перекапывать и не перепахивать наш огород. Первое, почему мы так не делаем? Потому что изучив много литературы и послушав умных людей, мало того, что умных, еще и образованных людей, там разных агрономов. И вот там сказали так, что песчаную землю лучше не перепахивать, так как песок это как сито. Вот представьте себе, вы проливаете воду, и вода она не останавливается наверху, а просто протекает сквозь песок. Вот так же и с теми органическими удобрениями, которые вы вносите в землю. Если вы внесли удобрения, а потом это все дело перепахали, и вся эта органика и все полезности, скажем так, они уходят еще глубже в этот песок. И растениям просто-напросто потом его тяжело оттуда достать. Ну а с каждым годом эти полезности все глубже и глубже уходят в землю. На песчаных землях вообще советуют даже не осенью органику вносить, а по весне, прямо непосредственно перед высадкой своих растений в эту землю. Во-вторых, мы для себя решили, что мы уже будем делать постоянные грядки, вот по типу вот этой. Их у нас еще пока на огороде, конечно, не так уж и много, но я думаю, что со временем мы все грядки так огородим. Так как это на самом деле очень удобно. Вот, например, грядка. В нее мы посеяли сидираты, потом взяли вот такой инструмент, который называется пластскорез, и небольшими вот такими легкими движениями заделали будь-то сидират, будь-то сено обычное, и все, оно заделалось. Вот видите, земля какая, как пух. И в-третьих, мы из личного опыта убедились, что перекапывание нашего, конкретно нашего огорода, оно бессмысленно. Нам достаточно посадить сидираты, взять в руки вот этот инструмент, и в принципе, каждый год урожайность нашего огорода повышается. Надеюсь, я очень доступно ответил на этот комментарий по поводу перепахивания и перекапывания огорода. Если, конечно, кто-то с нами не согласен, ну, как говорится, каждый останется при своем мнении. Нам способ без перекопки подходит лучше, и он нам нравится, да и спина нам за это говорит очень большое спасибо. Поэтому, ну, как-то так. Ну, а теперь переходим непосредственно к огороду, и что же мы все-таки еще с ним делаем для того, чтобы повысить урожайность в следующем году. Конечно же, полностью от навоза на нашем огороде мы не отказались, и мы его используем. Просто, наверное, не в таких объемах, как некоторые представляют. Вот, например, вот на эту грядку у нас вот достаточно небольшой объем навоза. Мы его просто равномерно разбросаем по этой грядке, и опять же с помощью вот этого полоскореза углубим его в землю. Сверху вот эта у нас осталась мульча, старая. Она тоже полоскорезом где-то разрубится, где-то уйдет в землю, и потом мы еще все это дело прольем байкалом М1. И в этом году мы еще хотим накрыть это все дело, ну, сколько у нас позволит, конечно, укрывающего материала, накрыть все это дело черным спонбондом. И вот так на зиму оставить. Посмотреть, что на следующий год будет. Говорят, что это очень хорошо помогает перегнивать всей органики, которая находится на этой грядке. Поэтому еще под черный укрывочный материал мы еще, наверное, опада листьев насыпем, так, чтобы 100% убедиться. Кстати, про опад листьев. Вот у нас есть экспериментальная грядка, которую мы делали в этом году. Я уже не буду рассказывать, конечно, что мы с ней сделали. Если кому интересно, можете посмотреть. У нас на канале есть видео. Оно вроде так и называется. Делаем необычную грядку. Ну, в любом случае, я оставлю ссылочку в описании. И вот здесь где-нибудь появится подсказочка. Так что, кому интересно, посмотрите. Очень интересный эксперимент. Сами хотим узнать, будет ли какой-то толк от этого. Самое главное, что мы делаем с нашим огородом, это сажаем сидераты. И стараемся сажать сидераты буквально постоянно. Вот достали, например, вот здесь у нас рос зимний лук. Как только мы его достали, мы сразу же посадили сидераты. И вот они уже выросли, мы их уже срубили. И так на грядочке оставляем. Мы тут, конечно, чуть-чуть профукали период, когда нужно было их заделывать. Вот видите, цветочки появились. Ну, сидераты все рекомендуют заделывать в землю, тогда, когда они только начинают цвести. Ну, они вроде бы только начинали цвести, а по итогу мы их свалили, и они начали цвести уже в лежачем состоянии. Ну, я думаю, что они перегниют, и в принципе будет хорошо. И по идее еще можно сейчас вот эти вот сидераты собрать, положить их куда-нибудь под клубнику, например, и сюда же снова засеять новые сидераты. Кстати, может быть, мы так же так и сделаем, если у нас не хватит мучи закрыть всю нашу клубнику. Сидераты мы стараемся действительно сажать регулярно, чтобы была польза для огорода. Вот как только я вытащу какую-нибудь культуру, какой-нибудь овощ, сразу же, можно сказать, можно и засевать сидератами. Вот, например, после чеснока я здесь посеяла фацелию. Вот она уже какая шикарная здесь выросла, густая. И не знаю, какая будет у нас дальше погода, но если будет дальше холодно, еще холоднее уже заморозки, и она не захочет свисти, не соберется, то ее можно даже оставить, и нужно оставить вот в таком виде под зиму. То есть можно не заделывать, не скашивать. Потому что она сама прекрасно после зимы перегниет. Это один из тех сидератов, которые можно сажать под зиму, фацелия. Вот такой плюс. Ну и плюс еще я люблю фацелию за то, что если я не знаю, что я буду сажать на этой грядке на будущий год, я всегда сею фацелию, потому что фацелия универсальный сидерат, подходит под любые культуры. Вот. Ну и также говорю, в этом году хочется, вот сажаю бархатки, которые в этом году я обязательно все соберу. Все они пойдут у меня на пользу тоже для огорода. Измельчу их немного. Ну сильно не буду, мелко, но немного измельчу. И тоже немного заделаю в землю их. Плюс там будут листья, не будут листья или еще что-то, или просто бархатки. И тоже, если Байкалом будет уже холодно, допустим, поливать, скорее всего, землю бесполезно, то просто накрой укрывочным материалом, чтобы они быстрее перегнили за зиму черным спонбондом. Вот. Это тоже очень хорошо. И органику одновременно вы вносите в землю, которая перегниет, и будут дополнительные питательные вещества для ваших будущих посадок. И плюс бархатцы всем известны своими полезными свойствами от различных болезней, от различных даже нематод, ну и тому подобное. В общем, очень полезные цветы. Кстати, это считается бархатцей тоже, как цветочный сидират. Вот. Поэтому я их постоянно сажаю и использую. Ну и про остальные грядки, где у нас осталась мульча, уже мы с огорода не убираем, тоже она остается. Она после зимы сама прекрасно перегнивает, и под ней весной земля еще лучше, чем вот если какую-то грядку не успели обработать, осталась голая земля, то это очень плохо. А под мульчой замечательная земля, рыхлая, пушистая. Вот. И приятно с ней работать. Мы не успеваем переработать только одну грядку, там, где у нас редька растет темная. Ну, в этом году у меня, не знаю, ну, я еще возьмусь за это, но вот пока вот после свеклы еще осталась мне обработанная грядка. Но я думаю, что я обязательно с ней что-нибудь сделаю полезное. И лук-батун до сих пор у меня еще как бы находится на грядке, не вытащила я, поэтому надо будет грядку эту обрабатывать. Ну, потому что в первую очередь я занималась клубникой. Как бы обязательный пункт моих осенних работ это обработка клубники. Потому что ягоды любят все, естественно, а чтобы ягоды были весной, нужно позаботиться о клубнике еще и осенью. Вот. Поэтому я свою клубнику обязательно стараюсь обработать. Удаляю все старые больные листики со своей клубники. Оставляю только здоровые, если они есть. Лишние усы, конечно, не нужны. Все это удаляется. Вот. Подкармливаю осенью тоже свою клубнику. А чем подкармливаешь? Каждый раз по-разному. Естественно, стараюсь органическими, всякими натуральными удобрениями. Вот. Ну и обработать от болезни, если успеваю. Ну и, конечно же, обновить мульчу положить. Чем толще, тем лучше. Минимум сантиметров пять. Вот. Эта грядка уже у меня полностью готова. Вот. И с мульчой, и обработанная, подкормленная. Вот клубника уже начинает по новой обрастать листиками здоровыми. зиму перезимует очень хорошо. Больший процент того, что даже мульчой можно накрывать полностью кустики под зиму, чтобы они не смерзли. Вот. Но я пока что так еще не делала. Ну, а те кустики, которые пропали, ты же на замену. И мужские, конечно же. Ну, это да. У меня, получается, в этом году я опять сажала клубнику, потому что прошлогодние покупные... Прошлогодняя покупная рассада клубники очень много после зимы не прижилась и пропала, потому что была плохая корневая система. Естественно, в этом году я уже сделала свою рассаду. Даже новым способом, очень, кстати, удобным я испробовала его. Это я сразу в стаканчики направляла усы клубники, и они приживались прямо в стаканчики. Единственное, да, что правильно написали люди в комментариях, и я сама это заметила, естественно, что нужно просто не забывать чаще поливать, потому что в стаканчиках быстрее пересыхает земля. Но это как бы для меня несущественный минус. Все равно это намного удобнее оказалось, чем вот просто потом выдирать из земли это растение. Стаканчик достал, усик отрезал, и все, у тебя уже готовое растение есть. А потом не надо ничего смотреть, глядеть, все быстренько выдернул, все, что не нужно. Ну, в общем, очень удобно, мне понравилось. Поэтому третья грядка клубники у меня посажена заново. Я уже свою рассаду делала с хорошей корневой системой, поэтому, думаю, должны все кустики прижиться. Вот они уже здесь начали укоренились. Тоже спустя посадки, через две недели я их подкормила. Пока что на вид они все укоренились, все прижились. И я думаю, что перезимуют все прекрасненько, без потерь будет. Но при этом, прошу заметить, все мужские кусты, которые не плодоносили, их удалили. Просто удалили. Вот так вот, мужики. Если вы не нужны, вас сразу же удалят. Так а зачем, если вы... Что? Правда, да? Да. Совершенно верно. А зачем, если вы ягоды не приносите? Нам с детьми нужны ягоды. Вот так. Не, ну один куст, наверное, тут у меня есть. Один куст мужской нужен на 10 женских. Вот и все. А некоторые, наверное, вообще не оставляют никаких мужских кустов. Кстати, очень даже мне интересно, как поступаете вы? Оставляете вы или не оставляете? Или, может, вы вообще не знаете о существовании каких-то там мужских, женских кустов? Клубника и клубника. Пишите в комментариях. Вот мужские кусты, это, короче, те кусты, которые не цветут и не дают ягодки. А все остальные кусты, которые хоть один цветочек есть, это уже не мужики. Хотя, может, и мужики. Кто их сейчас знает, этих европейцев? Ну вот, в принципе, и вся подготовка огорода к зиме. Это обязательное внесение органики в землю. Обязательный посев сидиратов. Также немаловажный пункт обработка клубники перед зимой. Ну и, конечно же, моя подготовка не обходится без посева чеснока под зиму. А также и лука. Ну а если это видео вам было полезным или интересным, обязательно ставьте лайки, не забывайте писать комментарии. И подписываться на наш канал. С вами был канал из столицы в деревню. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok